Весна, птички поют, красота. Всем привет! Сегодня я опять приехала на эту старинную деревню. Вчера я не все выходила. И первый сигнал у меня было это колечко конина. Но я его не снимала. И сейчас прозвучал второй сигнал. Березки молодые. Сегодня обещали дождь. Но не знаю будет или нет. Но сколько похожу, столько похожу. Монета. Не все прошла, и поэтому сигналы попадаются. Монетка, конечно, в окислах вся зеленая. Это одна копеечка. Год не могу сказать какой. Но монета царская. Ну, приятная находка. Попалась мне вот такая гильза. Не хотела снимать, но это фитиль. Здесь вот похожие остатки от фитиля. Наверное, ставили. И как свечку ее использовали. Интересная находка. Хожу в лесочке. Здесь елки, березы растут. Опять у меня сигнал. И выпадает монета. Это одна вторая копейки серебром. Год не видно какой. Николай Первый. Ищем дальше. Смотрите, какая береза. Как из фильмов ужасов. В дремучем лесу. Старая очень. Вот у тех кустов у меня сигнал был. Выпала вот такая штучка. Бронзовая. Не знаю это что такое. Вот такая фигнюшка. И вот тут я прошла немного. И у меня опять сигнал. Только подковырнула лопатой. И вылетела. Лежит. Крышка от самовара. Большого. И вся целая. О, какие сигналы-то пропускают. Ну, все, не выходишь. Деревни большие. Ходить не переходить. Каждый раз приходишь. И все время с находками. Ну, вот такая классная находка. Выпала две копейки 1931 года. На монетка, похоже, горелая. То царские монеты, то советские советы. Старого формата герб. С СССР, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну, вот и первая пуговка-гирька. Раз чешуя есть, то и пуговки-гирьки должны быть. Сейчас сигнал вот был из этой ямы. И вылетела сюда проволока алюминиевая. Я ее убрала и решила перепроверить сигнал. И выпало 20 копеек. 20 копеек, 1945 год. Рамочник. С СССР. Медноникелевый сплав. Ну, вот. У меня опять советик. Это 15 копеек 1946 года. С СССР. Медноникелевый сплав. Какая елочка красивая. А у меня очередной сигнал. И выпала вот такая вот конина. Здесь она вот так вешалась на что-то. А здесь, наверное, в кожу крепилась. Посеребренная. Стою я сейчас на фундаменте. У меня был сигнал. И вот такая красота мне выпала. Это какая-то накладочка с узорами. И как только я ее лопатой не сломала. Она же тоненькая. Чеканка. Наверное, с какого-то маленького сундучка или шкатулки. Такая красивая. Сверху совсем был сигнал. Копнула, еле нашла. Смотрите. Жалко, не целая. Это кусочек от копаушки. Раньше такими уши чистили. Вот бы целую найти. У меня сигнал был. Помыла. Вот такая конинка выпала. Большая, но тоненькая. Как еще она в земле не поломалась. Это украшение конской упряжи. С очередным сигналом мне выпало 15 копеек. Рамочник. Убитый весь. Какалик, можно сказать. Монета совсем в земле не сохранилась. Выпало 3 копейки. Монета в хорошем сохране. С СССР. Алюминиевая бронза. Сейчас у меня был сигнал. Я вот помыла. Не хотела показывать. Но конинка такая узорчатая, красивая. Тоненькая, изогнутая немножко. Но ее можно исправить. Это украшение тоже конской упряжи. Тоже находка. Все, что находим с металлоискательной, все находки. Вот такая пряжечка мне выпала. Это от конины. От ремней. Застегивались. Медная. Но вся целая. Тоже находка. Вот яблонька стоит. Скоро зацветет. И под яблонями, как обычно, всегда теряли монетки. И вот у меня монета под яблоней. Сейчас я ее помою, покажу. Монета Николай I. Одна четвертая копейки серебром. 1840 год. Опять у меня сигнальчик. Выкопала вот такую пуговку. латунную. Ищем дальше. У меня опять находочка. И опять конина. Украшение конской упряжи. Латунь. На ремни, наверное, цеплялась. Ой, слава богу. Ну, наконец-то серебро колечко. Но это точно серебро. Камушка нет. Как и в руках-то его держать. Маленькое такое. Ой, как птички громко поют. Попалась мне. А то все хожу, хожу, хожу. Монеты редко встречаются. Одна конина сегодня. Жалко, оно не целое, а обломанное. Ну, хоть серебро, и то хорошо. Отличная находка. Ищу дальше. Собираюсь домой. Копму закончен. Последняя находка. Это пряжка от конской упряжи. На улице благодать. Прямо уходить не хочется. Всем спасибо, конечно, огромное за просмотр. За лайки и комментарии. И всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова